Конечно, не суперинтересная история, но я сегодня пошёл за хлебом в Дикси, и там был только вчерашний и позавчерашний, и я тогда пошёл в другой Дикси, а там вообще не было такого типа хлеба, и я так стою, не знаю, что делать, думаю, что же делать, что же делать. Ну, придётся, думаю, пойти в тот первый Дикси, потому что мне достаточно нравится тот хлеб, и осмотрю уже там на продавцов, думаю, может спросить, потом думаю, ну это глупо, у них же и так всё понятно, что разложено. Но потом я нашёл сегодняшние две буханки, спрятанные, причём там даже не было ценника, то есть это были действительно очень секретные две буханки, я купил и потом ел, и был так рад. Не очень рад. Так просто ел, и всё. А так, не знаю, я опять думаю, что я не совсем выздоровел, хотя, не знаю, этот... Хотел посмотреть вторую часть фильма «Зачётный препод», и его было трудно достать, в смысле найти. Почему-то он очень такой... Я думаю, что так трудно его найти. А потом, когда начал смотреть, я понял. Там какие-то сплошные раздевашки, прям вот с самого начала, как начались какие-то раздевашки, так весь фильм, в общем-то, и идут. Там, в общем-то, были и интересные моменты, какие-то красивые места. Ошибка много, прям смешного юмора для себя, я не помню, но так и весёлый просто фильм, добрый, поэтому я рад. Но единственное, что мне опять не нравятся высокие частоты в музыке в этих фильмах. Почему-то они мне бьют по ушам, мне не нравятся, как они звучат. И я забыл, кстати, сказать ещё когда-то там, вот, когда я говорил про какие-то немецкие фильмы тоже, что, в общем, наверное, про первую часть этого... Почему отец? Препод, зачётный препод. Вот. Там, в общем, мне не понравились блуперсы. Блуперсы. Ну, правда, то есть, я не хочу смотреть, как просто люди, как их, как это сказать, пробирает на какое-то хихиканье, которое, как бы, без предисловия, без юмора, вот просто как хихикают актёры. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. И такие... А как бы что смешного, я не знаю. То есть, ну, какие-то из блуперсов нормальные, как бы сюжетные, там, кто-то что-то говорит, там, или кто-то что-то сделал. А какие-то вот что там, ну, совсем почти ничего не сделали и не сказали, а просто много хихикают. То есть... Ну, да, конечно, актёрам трудно смеяться, на самом деле. Тут они показывают, что вот... Естественный смех. Что-то неестественное. Я сегодня думал о чём-то неестественном. Не помню. Чё-то я забыл. Ладно. Но сколько можно бесполезной информации говорить? Наверное, хватит.